Случай в отпуске признан нестраховым Случай в отпуске признан нестраховым Суд отклонил иск вдовы музыканта Андрея Сучилина к Ингостраху на 7,5 миллиона рублей. Коммерсант от 6 мая 2019 года, 18-11 Черемушкинский районный суд Москвы в понедельник отклонил иск вдовы музыканта Андрея Сучилина Лидии Тихонович против СПО Ингострах. Суд не стал откладывать слушание до приезда свидетеля, который не смог прибыть из-за трагедии в Шереметьево. Госпожа Тихонович требовала взыскать с компанией 7,5 миллиона рублей, 5 миллионов в качестве компенсации морального ущерба и 2,5 миллиона в качестве штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя. Ее супруг умер в июне 2018 года в клинике в Португалии. По мнению Лидии Тихонович, смерть стала результатом ненадлежащих действий компании Ингострах, в которой супруги были застрахованы. Кроме того, по ее словам, был нарушен регламент доставки тела умершего в Россию. Представитель Ингостраха заявил, что нарушений со стороны компании не было. Как ранее сообщал Твердый знак, вдова музыканта Андрея Сучилина Лидия Тихонович считает, что ее супруг вовремя не получил должной медицинской помощи после обращения к врачу по страховому полису Ингостраха во время поездки на испанский курорт Гран-Канария в мае прошлого года. Как рассказала Твердый знак госпожа Тихонович, все взаимодействия с представителями страховой компании от первой минуты до последних секунд было похоже на кошмар. Несколько часов мы ждали врача, который сделал заключение, что у мужа пляжная инфекция, но дал разрешение на перелет в Россию. Рассказала она, точка по дороге ему стало плохо, из-за чего самолет совершил вынужденную посадку в Фару, Португалия. Твердый знак. В больнице не было единой базы данных, никто не говорил по-английски. Страховая компания все время требовала прислать фотографии мужа в WhatsApp. А когда я обратилась в консульство, мне сказали следующее. Думаете, мы будем решать ваши проблемы? Меня спас только Facebook. И друзья, они помогли найти священника, который пустил меня жить в церкви, пока Андрей лежал в коме. Все это время врачи говорили мне, страховая компания с нами не связывается. Позже случилось то, что случилось, Андрей умер, сказала госпожа Тихонович в суде. Сторона ИСЦ требовала перенести рассмотрение иска из-за отсутствия важного свидетеля, представителя похоронного агентства Марины Хмелининой, которая не смогла вылететь из Краснодара в Москву из-за переноса рейса в связи с трагедией в Шереметьево. Отказ суда принять этого внимание госпожа Тихонович назвала недопустимым. Мы вместе с представителем похоронного агентства несколько часов искали тела Андрея в аэропорту, не было понимания, в какой аэропорт вообще прилетел груз 200, не было никакой коммуникации, и только после вмешательства журналистов Ингострах публично взял на себя обязательство оплатить нам все расходы, заявила она и напомнила, что тело ее супруга также было доставлено в Россию с нарушениями по вине страховой компании. «Ответчик представил нам договоры с сервисным центром, и во всех трех договорах представлена регрессная ответственность центров, которых по своему усмотрению привлекал Ингострах. То есть в случае, если к Ингостраху будут представлены какие-то претензии и эти претензии будут удовлетворены судом, Ингострах всю ответственность сможет переложить на сервисные центры», пояснила адвокат Лидии Тихонович Рина Корнаух. «Это позволяет сделать вывод, что страховщик допускал оказание сервисным центром некачественной медицинской помощи и услуг по репатриации», считает адвокат. В свою очередь, представитель компании Ингострах Татьяна Воронина в суде заявила, что не согласна ни с одной из оглашенных претензий. По ее словам, если бы при бальзамировании репатриации тела были допущены нарушения, ни одна из стран-участниц не позволила бы провести ее в принципе. Также госпожа Воронина отметила, что ответственность врача, осматривавшего Андрея Сучилина в Гран-Канарии и давшего разрешение на вылет музыканта в Россию, не была застрахована с Пао Ингострах. Эксперты, о возможных причинах смерти Андрея Сучилина в Португалии. «У нас заключен договор добровольного страхования, в котором прописываются все риски, все условия и взаимодействия», — заявила в суде Татьяна Воронина. «Мы считаем, что нарушений со стороны страховой компании не было. Ответственность врача у нас не застрахована». Спа Ингострах представила в материалах дела доказательства, что врач квалифицирован. После посещения врача каких-либо вопросов у родственников либо у самого Сучилина не возникло. Не возникло также никаких претензий к заключению, выданному на английском языке. Как показали свидетели, сам Сучилин разговаривал по-английски, врач также говорил по-английски. Если бы у Сучилина возникли какие-либо вопросы к врачу или диагнозу, он бы сообщил. Также из медицинских показаний следует, что Сучилин начал испытывать боли и симптомы за несколько дней до обращения к врачу. К врачу он обратился в последний момент перед вылетом. Госпожа Воронина также уточнила, что Лидия Тихонович не обращалась в Ингострах сразу после высадки в Португалии, а лишь на следующий день никто не отказывал им в организации медицинской помощи, добавила представитель Ингостраха. Суд счел доводы ответчика убедительными и в виске отказал. Представитель Лидии Тихоновича адвокат Глеб Глинка заявил твердый знак, что категорически не согласен с решением суда и намерен его обжаловать. «Если понадобится, мы обратимся даже в Европейский суд по правам человека», добавил господин Глинка. Напомним, 29 мая 2018 года Андрей Сучилин, его супруга и его отец с невестой возвращались из отпуска. Во время перелета господину Сучилину потребовалась экстренная медицинская помощь, самолет экстренно сел в Португалии. Андрей Сучилин был госпитализирован, впал в Камуи 25 июня 2018 года, скончался. Андрею Сучилину было 58 лет, он был известен как создатель арт-рок группы «Домажоры» и один из основателей Московской рок-лаборатории. Мария Старикова